Центр управления полетами сообщает. Время 16.04. Все, кто хотел, пришел. Предлагаю начинать. Запись включена. Да, спасибо большое. Добрый день еще, да, чисто теоретически еще день, хотя за окном уже темнеет. Я предлагаю включить видео, чтобы я все-таки вас видела. Нас не так много, чтобы прятаться друг от друга. Вот я вижу Марию. Сейчас Анжелика появится. И вот в центре Гарант тоже, видимо, кто-то есть. Можно сказать, никого нет. Все понятно. Хорошо. У нас с вами сегодня совершенно замечательная тема, которая посвящена деньгам. Я сейчас сделаю так, чтобы можно было видеть мой экран. Так. А вот демонстрация экрана. Оп. Поделиться. Вот. Мой экран видно? Видно. Видно. Замечательно. Тема сегодня такая. Про деньги или как брать деньги за свою работу легко и с удовольствием. Вот то, о чем мы с вами сегодня будем разговаривать. И прежде чем начнем, я хочу задать вам вопрос голосом. То есть голосом мы работать умеем с Zoom. Да, у нас в левом нижнем углу есть микрофончик. Значит, вы берете, нажимаете микрофончик и говорите. Вас видно и слышно. Заканчивайте разговор свой и микрофончик лучше выключать, чтобы у нас не было лишнего шума. Вот. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот каких изменений вы хотите? Поскольку тема денег, значит, мы сегодня о них. Что вас сегодня не устраивает в своих отношениях с этим удивительным явлением и чего бы вы на самом деле хотели? Давайте каждый по очереди. Кто-то первый готов? Можно я? Давайте, Татьяна. Меня на сегодняшний день не устраивает вообще мое отношение к деньгам. Я стесняюсь их брать. Занимаетесь лиочно с учеником? Я даже прошу родителей, чтобы они не передавали наличные деньги через ученика, чтобы они их мне переводили на счет, на карту. Я стесняюсь повышать цену в урок. Я стесняюсь брать деньги с родственников, с поседей, со знакомых. Вот мне как-то нужно от тему проработать, от этого избавляться, потому что я чувствую, что мне это вредит. Татьяна, скажите, пожалуйста, а каких бы отношений с деньгами вы хотели? Ну, честно, я не хочу быть рвачом, а просто хочу научиться брать, ну, плату за свой труд. Спокойно. Да. Спасибо, Татьяна. Давайте, Наталья, давайте вам слово. Нажимайте, жмите микрофончик. Я слышна? Да, хорошо слышно. Слышно, да? Хорошо. Значит, я согласна с Татьяной, да, есть такой немножко боязнь брать деньги с родственников и с близких знакомых. Но вот я в этом году решила переступить через себя. И уже вот я занимаюсь репетиторством, вот. И я знаю, что услуги репетитора у нас в Няндаме стоят минимум 600 рублей. Но вот у меня еще не хватает смелости выйти на эту сумму 600. Поэтому вот, чтобы мне взять 600, я провожу не 60 минут занятия, а вот, скажем, 45, беру 450, но если добавить 15 минут, то получается 600. Вот я таким образом делаю. То есть сама с собой договорилась, да? Да. А хочется вот так, чтобы вот час, так, и вот 600-700 взять и уже не думать, много-немного ли, откажутся, не откажутся. Это вот такой момент есть. Спасибо. Анна. Всем здравствуйте. Ну, у меня какая проблема? У меня проблема с тем, что у меня подорожали филоматериалы в два раза, даже побольше. Соответственно, мне нужно поднимать цены. Как это сделать мягко и чем-то обосновать, да, для клиента? По идее, как бы, все подорожание, оно не должно ложиться на плечи клиента. Это мои проблемы, но никак не его. И второй вопрос. У меня есть синдром бедности. Как только я держу в руках большую сумму денег, допустим, 150 тысяч ко мне на карту пришли, я могу за неделю их спустить. Как быть с этим? Спасибо, Анна. Вот Светлана и Наталья, да, там вот в одном экранчике. Девочки, давайте по очереди. Здравствуйте. У меня, в принципе, те же проблемы, что озвучены уже выше. То есть действительно почему-то всем жаль. Хочется заниматься благотворительностью, а не бизнесом, хотя это неправильно. А Наталья, скажите, а есть какая-то категория людей, с которых вы деньги берете легко? Ну или спокойно хотя бы? Ну да. А это кто? Обеспеченные люди с них, я действительно спокойно беру деньги. А как вы понимаете, что этот человек обеспеченный? Я знаю практически всех. А вот если к вам придет незнакомый человек, и вы про него не знаете, он обеспеченный или не обеспеченный, как здесь будет происходить? Все зависит от проблемы, с которой он придет. Спасибо. Светлана. У меня интересная ситуация в плане того, что я являюсь руководителем еще местного отделения волонтеров-медиков и благотворительности. Это как бы мое кредо, что ли, да? И уже я привыкла, что делать людям добро. Это раз. Во-вторых, и ситуация есть другая немножко. Я заведующая отделением платных услуг. И я стараюсь, например, когда приходят на договора заявки делать скидки различного характера, что, естественно, не очень нравится это руководству. Хотя при новом руководстве такого уже как бы исчерпано. Ну, а то, что брать за свою работу, как бы, деньги, это, в принципе, ну, берешь минимальный низкий порог. Хотя понимаешь, что работа стоит дороже. Спасибо. Так. Кто у нас еще? У нас подсоединилась Татьяна. Вот давайте мы Марии дадим слово, потому что она уже тут вот у нас давно. Мария. Здравствуйте. Добрый вечер. Девочки уже, да, озвучили, в принципе, те же самые проблемы. Вот у меня, да, тоже очень такая острая, как повышать, да, стоимость за свои услуги, потому что уже достаточно давно, ну, определенный, да, уровень оплаты за услуги, да, логопедического характера. Вот как именно грамотно повысить, и еще второй вопрос именно как, мне кажется, сколько бы денег ни приходило, они как-то быстро очень растворяются и как бы замечают, да, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Хотя я бы не сказала, что это катранжира, но как-то вот вроде они пришли, и тут же они растворились. А вот в этом вопросе, чего бы хотелось, чтобы они задерживались? Да, 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 чтобы задерживались. Спасибо. Анжелика. Там, по-моему, что-то со звуком, да? Да, что-то она говорила, звука нет, но я вижу, что звук есть. Нет, у нее сейчас как раз звука нет, у нее сейчас ни видео, ни звука. Хорошо, давайте тогда Анжелика пока у нас подвисла, Татьяна. Добрый вечер. Звук, Татьяна, звук включите. Я, Татьяна? Да, вы, Татьяна? Чего хотите? Вы присоединились позже, мы собираем информацию о том, чего вы хотите в отношении с деньгами, каких изменений. Татьяна, у вас звук выключился, подключить, микрофончик включите вы себя внизу. Не слышит, Татьяна? Татьяна, вас не слышно, вот. Нет, я слышу, слышу. Да. Татьяна, вы меня слышите? Может, он тогда напишет? Да, давайте тогда, давайте тогда, давайте тогда, давайте тогда мы сделаем вот так. Татьяна, у вас не очень хорошая связь, давайте тогда вы напишите, и Анжелике то же самое, если Анжелика нас слышит. Слышно? Так, вот это кто сейчас говорит? Слышно? Татьяна, да. Давайте голосом. Пропадает. Так, по деньгам. Я бы, пропадает, у меня очень хорошая сегодня связь, давайте я напишу. Так, да, низкая способность, пропускная способность сети у Татьяны, поэтому, Татьяна, давайте в чат. И Анжелика, и Анжелика тоже в час пишем. Все, давайте, девочки, мы иначе, иначе мы никуда не успеем. В общем, наверное, все уже от Татьяны и от Анжелики мы ждем информацию в чат, а остальные, в общем, картина понятная. То есть проблема заключается в том, чтобы брать деньги, не стесняясь, не испытывая негативных каких-то переживаний по этому поводу, повышать стоимость, выстраивать отношения с другими людьми по поводу стоимости ваших услуг и сохранять. И на самом деле, вот если мы с вами, так, сейчас я вернусь к нашей демонстрации экрана сейчас, так, вот она, вот она, да. Если мы с вами будем говорить о деньгах, то тогда встает вопрос, а что такое деньги в принципе для вас? Вот деньги – это что? Если бы можно было сказать одним словом? Можно в чат, можно голосом? Можно я скажу, да? Да. Ну, для меня деньги – это первую очередь возможности. Ага. Еще. Для меня деньги – это, ну, средства на жизнь. Ага. Средства на жизнь еще. Для меня деньги – это такой ресурс, который обеспечивает мне безопасность, да, еду, передвижение мое. Ну, в общем, все от них зависит. Вот Наталья пишет, что это финансовая независимость. Еще. Это информация. Туда ли я иду? Много ли я энергии трачу? И сколько мне ее приходит деньгами? Да. Как-то так. Да, совершенно верно. На самом деле, это и есть вот то, наверное, о чем я хотела бы с вами поговорить сегодня. Потому что деньги – это на самом деле энергия, которой мы управляем. И если мы… Сейчас вот я найду вот такое замечательное колесо баланса. Если мы с вами посмотрим на нашу жизнь в целом, да, то мы увидим, что в нашей жизни присутствуют основные факторы. Вот без них никуда. Это знакомое вам колесо баланса, которое наверняка так или иначе все вы уже с ним сталкивались. И в нем есть определенные жизненные факторы, которые есть, и они обязательны. Это условия жизни. Нам нужен дом, нам нужна квартира, еще что-то. Это карьера, работа. Это отдых, развлечения, без которых невозможно. Это личностный рост, духовное развитие, любовь, отношения, друзья, здоровье и деньги. И деньги, они вот в этом колесе баланса, они обязательны и присутствуют. И мы с вами, к сожалению, а может быть, к счастью, а может, просто как данность, не можем от них отказаться в принципе. Мы не можем обойтись, живя в социуме, мы с вами не можем обойтись без этой энергии. И, к сожалению, денежные программы, денежные установки мы с вами получаем в детстве. То есть вот все эти факторы, я вот не просто так сюда это колесо баланса вывела, потому что вот все это, это программы, полученные нами в детстве, в детском возрасте. Так вели себя наши родители, так вело себя окружение, мы жили с вами в определенной среде, и мы сейчас транслируем именно то, что нам заложили наши родители. Причем все это гораздо глубже, чем кажется. Вот когда я начала заниматься вопросами денег, а я начала ими заниматься в 2009 году, потому что в 2007 году я ушла, стала индивидуальным предпринимателем, я оформила ИП и ушла в свободное плавание. И у меня деньгами началась полная катастрофа, каша, я пыталась там что-то зарабатывать, то густо, то пусто, никакой системы. И я через какое-то время поняла, что вот прям надо, где-то через год я поняла, что надо что-то с этим делать. И вот в 2009 году я начала целенаправленно, систематически, системно заниматься вопросом привлечения, удержания и так далее денег. И именно тогда стало понятно, что на наше отношение к деньгам влияют не только родительские, но и родовые какие-то программы. То есть мы с вами, нравится нам это или не нравится, мы несем вот эту родовую программу, заложенную нашими предками. Причем, как правило, мы получаем две программы. Мы получаем программу по материнской линии и мы получаем программу по отцовской линии. Если уж туда немножко, ну такой маленький экскурс нашей с вами родовые программы, наши родовые отношения, то материнская линия, род матери, это тот ресурс, который обеспечивает нам определенную эмоциональную, личностную, духовную составляющую. Мы оттуда, как правило, получаем программу. А вот отцовская линия и отцовский род, это как раз стабильность, это заработок, это благополучие, это устойчивость на земле. Вот материальная, наша материальная составляющая, она, как правило, больше в отцовской родовой программе. И теперь вот если так посмотреть на взаимоотношения с деньгами, то становится понятно, что мы, если в нашей реальности отсутствует линия отца, а у нас очень много, к сожалению, женщин, которые воспитывают ребенка одного, одна, да, и отрезают вот этот отцовский род. Очень часто была война, и многие мужчины погибли, и вы же, мы с вами знаем, вот более старшее поколение, там вообще была проблема с мужской частью населения, да. К сожалению, мы всю эту программу тянем. Поэтому вот сразу хочется договориться о том, что деньги просто так быстренько, вот эту проблему не решить. То есть посетить один семинарчик, почитать одну книжечку, все изменится, не изменится. Вернее, всего изменится, но не очень быстро. И вот если, смотрите, какая штука получается. Если мы получили денежные программы из своей родительской семьи, от отца, от матери, от их родовых установок, потом на это наслаивается наше детство, наш социум, который тоже на нас наложил определенные установки и ограничения. И мы с этим живем. Вот единственный способ что-то изменить, то есть жить и надеяться, что что-то изменится, не получается. Ну, вот никак, да. Единственный способ, который нам может пригодиться, это осознанность. То есть осознать, что есть, смоделировать, что я хочу и подумать, что мне нужно сделать, чтобы это отношение изменилось. То есть это прежде всего некая внутренняя работа, которую мы проделываем для того, чтобы изменить отношение к определенному сектору, спектру своей жизни. Ведь то же самое происходит в личных отношениях, да, когда у нас там не ладится в личной жизни, мы понимаем, что нам нужно научиться вот общаться с противоположным полом, как-то по-другому это выстраивать. Если у нас проблемы со здоровьем, мы учимся взаимодействовать с собой, да. Если мы устали, мы учимся правильно отдыхать. А никто нас не научит, если не научимся сами. Поэтому сегодня вот моя задача показать вам те инструменты, с помощью которых с этой денежной темой можно работать, да. А дальше ваша, ваша, ваш выбор, вы либо вы их берете и что-то с этим делаете, либо, собственно говоря, оставляете все как есть и все замечательно. Устраивает такая, вот такой подход? Устраивает. И сейчас я для того, чтобы двигаться дальше, я предлагаю вам сейчас выполнить маленькое упражнение. Называется оно «Управление денежной энергии». Вот здесь есть шесть вопросов. Я сейчас вас попрошу оценить каждый вопрос по десятибальной системе, применить его к себе и на десять баллов. Ну, например, насколько я разрешаю себе деньги вообще. Вот, да, кто-то из вас говорил, что как-то вообще не очень неприлично вроде как, да. Вот насколько вы вообще разрешаете себе получить, иметь деньги. По десятибальной системе ноль, ну, единица давайте, ноля не будет. Единица это прям вот совсем не разрешает, да. А кто-то говорил с девочкой, по-моему, Анна, да, деньги появились, они тут же исчезли. Вот, знаете, карман сжет когда. Насколько я могу принять, привлечь к себе деньги? То есть вот когда мне дают, вот у меня возможность, я насколько ее беру, насколько способна видеть возможность и воспользоваться ими. Ну, это понятно, да, видим или не видим. Насколько могу разрешить принять себе деньги? А, там притянуть. Первое – притянуть, привлечь. Второе – принять. Насколько я могу сберегать деньги и насколько могу защищать свои деньги в том числе от себя? Ну, вот, надеюсь, понятно, да, это как раз вот то, что Мария говорила, да, когда деньги есть, вот прям хочется их скорее куда-нибудь. Раз, два, три, четыре, шесть, шесть циферок. Елена Надеевна, можно вопрос? Да. Насколько я разрешаю себе деньги? Вот тут подробнее, можно разрешаю что, потратить или как вообще оценить? Насколько вообще деньги, в каких цифрах? Это на самом деле очень субъективная история, да? То есть вот вы разрешаете себе иметь деньги или нет? Поняла, спасибо. Это все очень субъективно. Ну как, готовы? В таком случае у меня к вам вопрос. Вот сейчас, отвечая на эти вопросы себе и выставляя себе баллы, что нового или что вы нового о себе узнали? Или что для вас было наиболее важным, интересным в этом тесте? Кто что узнал про себя интересного? Я увидела, что я плюшкин. Слышно меня? Да. Вот я насколько могу защитить свои, в том числе от себя, на десяточку. Здорово. Плюшечка такая. Я осознала свою расточительность в очередной раз. Я могу сберегать деньги, защищать их от себя на двоечку. У меня они появились и убежали сразу. Я не плюшкин. Здорово. Еще. Так, я, наверное, у меня есть муж, пусть он деньги зарабатывает так-то в большей степени, да, он бережет их, сберегает, а я пользуюсь, пытаюсь, ну и с ума прошу зарабатывать. Нормально разрабатываю. А средний, это, Светлана, средний балл восемь, это ваш, да? Да, да, да. Да, а вот у Натальи все на пять. У меня то густо, то пусто, как у вас в 2007 году, то есть ей нужно, видимо, какое-то вдохновение, то есть когда вдохновение есть, я действительно могу фонтан идей и привлекать могу, а когда вот мне не хочется, то есть оно как бы вот все упало. Но я справлюсь, я все получится. Ну, на самом деле, Наталья, это действительно так. Деньги – это энергия, которая к нам либо приходит, либо не приходит. Кроме того, здесь большую роль играет еще закон баланса, о котором мы чуть позже с вами поговорим. Девочки, еще кто-то что-то интересное про себя узнал? Поделитесь. Все? Больше ничего интересного? Давайте я поделюсь таким откровенным. То есть я себе деньги разрешаю прям на десяточку, да? Сохранить их и сберечь от себя не могу, но в то же время я на себя потратить тоже не могу ни копейки. У меня прям затыкно в плане себя поблагодарить, себя чем-то порадовать. Я вообще не могу на себя ни копейки потратить. А я не могу принять, разрешить принять. Представьте, я вижу их, где они ходят. Могу притянуть, а принять не могу. То есть смотрите, у каждого свои, каждый из нас вот здесь где-то вот на этой территории спотыкается. Кто-то просто вообще не разрешает себе деньги. Когда я начинала заниматься вот этой темой, я обратила внимание на то, что в нашей семье про деньги не говорили вообще. То есть в принципе это была тема вот какая-то, потому что оба родителя работали, и оба неплохо зарабатывали, деньги не были проблемой. Но обсуждать вот у нас было не принято. И я это мучилась, вот я разрешила. И разрешать себе деньги, они вообще как-то для меня были не темой. Понимаете, у каждого своя история. Притянуть вот это то, о чем говорит Юля, да? Есть люди, которые видят, где лежат деньги. А есть люди, которые просто не видят. Ну вот, мимо, да? А способность, насколько способны видеть возможности воспользоваться ими. То есть просто не пользуются. Принять деньги. Иногда нам дают, а мы не берем. Ну вот прям, да? Вроде бы клиент пришел, вроде бы деньги у него есть. Он же к нам пришел, а я не беру. Ну и сберегать и защищать, это понятно. В связи с этим, смотрите, получается, нам важно сформулировать у себя, сформировать у себя четыре вида компетенций, навыков. Это прям навык, да? Первое, это принимать и получать. Я тут, наверное, еще одну не дописала, видеть, но это другая немножечко история. Мы сейчас не про видение денег, мы сейчас не про бизнес с вами. Мы с вас сейчас именно... То есть вот в рамках взаимоотношений это принимать, получать легко и свободно. То есть если деньги ко мне приходят, значит, я... Значит, их надо принять. Потому что очень часто вот то, о чем вы говорите, это, ну, некое нарушение движения энергии. Люди ко мне пришли, люди мне деньги дают, а я их не могу взять. Просто, ну, по каким-то своим причинам. Нарушение течения энергии. Дальше. Деньги отдавать, тратить. Вот в том, что касается тратить на себя, здесь другая немножко история, да? Это в принципе отношение к себе. Насколько легко я могу тратить деньги на себя, это такой маркер отношения к себе. И если это очень трудно, значит, надо уходить туда. Значит, там задача. У нас с вами сегодня не тема на работе над собственной самооценкой, да? Но на самом деле это вот проект. Следующая история – это сберегать деньги. Нас этому, вот, к сожалению, никто не учил. Но существует, особенно в бизнесе, хотя не только в бизнесе, это вообще в любой истории, да? Вот умение создавать подушку безопасности. Вот у кого из вас есть подушка безопасности на сегодняшний день? Понимаете, да? У меня есть в нашей семье за подушку безопасности отвечаю я. И когда мои близкие говорят, давай потратим, у тебя там лежит, я стою намертво. Потому что я понимаю, что если что-то случается, то деньги для решения экстренных задач, они должны быть. И в этом случае вот принять решение о создании подушки безопасности – это наша с вами обязанность. Как она формируется? Вот самый простой способ, который рекомендуют специалисты, занимающиеся вопросами управления деньгами, которые практикую я – это просто завести себе отдельный счет. Сейчас, благо, у нас онлайн-банки, вот прям заводи себе счет, там нажатием двух, я не знаю, два раза мышкой щелкнул, вот тебе заведенный счет. Из каждого поступления своих денег, когда к нам приходят деньги, любые, вообще любые, от пенсии до каких-то там заработков, от бизнеса до там еще чего, мы их распределяем на три большие кучки, группы. Мы их раскладываем по трем конвертам, причем раскладываем их следующим образом. Половина денег идет, ну, можно 50 на 25 на 25, можно 70 на 15 на 15. Это зависит от вас и это зависит от вашей цели. Но то, что мы делаем так с каждым поступлением – это правила игры. Почему на три кучки? Объясню. Первая кучка – это подушка безопасности. Туда мы откладываем от 25 до 15 процентов заработанного. Просто убираем. Получили 10 тысяч, допустим, да, вот полторы тысячи или там две с половиной, уберите. Вторая кучка, опять же, от 25 до 15, от 15 до 25 тысяч – это на себя любимую и на развлечение. Это то, о чем говорила Анна, да. Вот если мы с вами полезем глубоко в психологию денег, то мы выясним такую вещь. Внутри каждого из нас есть внутренний ребенок. На самом деле у нас три основные роли. Если кто-то вспомнит транзактный анализ Эрика Берна, там по это рассказано. У нас есть внутренний ребенок, у нас есть внутренний взрослый и внутренний родитель. Так вот, внутренний взрослый – это тот, кто решает все задачи. Бизнес строит, проблемы решает. Он такой делатель. Вот внутренний взрослый – это делатель. Он делает дела с равными партнерами. Внутренний взрослый – это такой цензор, который знает, как правильно. Как правильно жить, как правильно тратить деньги, на кого можно, на кого нельзя. Вот это внутренний взрослый. А внутренний ребенок – мы с вами девочки. У нас внутри нас есть маленькая девочка. Наш внутренний ребенок у каждого, вне зависимости от того, какая цифра стоит в паспорте. Этот внутренний ребенок жив, здоров и, может быть, не всегда здоров, но он всегда есть. Так вот, внутренний ребенок отвечает за «хочу», за умение хотеть. А умение хотеть, желать – это, собственно говоря, есть двигатель вообще всего развития прогресса, развития бизнеса, развития отношений, развития каких-то проектов. То есть, если внутри меня есть кто-то, кто говорит мне «хочу вот это», «хочу вот это», «хочу вот это», значит, все развивается. Так вот, чтобы этот внутренний ребенок чувствовал себя хорошо и чтобы в нашей с вами жизни существовал баланс, есть такой сектор, вот он, отдых и развлечение. Мы не можем без него жить полноценно. Если у нас с вами нет отдыха и развлечений, нарушается жизненный баланс. А для того, чтобы полноценно отдыхать и получать удовольствие, нужны деньги. И на это мы честно откладываем определенную сумму. Причем я сейчас говорю о своих деньгах, да, вот о тех деньгах, которыми распоряжаюсь лично я. У нас разные семьи, разные отношения, да. Есть семьи, в которых один человек зарабатывает и все распределяет. Есть деньги, есть семьи, где деньги по разным кошелькам. Да, у каждого свой кошелек, они как-то сбрасываются. Вот в соответствии с моделью семьи и с экономической моделью семьи у вас обязательно должен быть вот такой кошелек, в который вы откладываете деньги на свои отдых, развлечения, покупки. В общем, все то, что хочет маленькая девочка. И у вас остается от 50 до 70 процентов денег, собственно говоря, которые мы тратим на жизнь, на проекты, на еще что-то. То есть, ну вот на какие-то решения, каких-то задач. Ошибка большинства наших женщин, не только женщин, с мужчинами там полегче. У мужчин вот эта вот развлекуха, она как-то больше все-таки. Они там либо к машинам, либо к рыбалкам, либо к охотам, либо к каким-то компьютерным еще вещам. У мужчины потребность в отдыхе реализуется лучше. А вот у женщин это прям беда-беда. Поэтому первое задание, которое вы получаете, ваша задача, ваше решение, будете вы его выполнять или нет. Это вот, да, у нас с вами двухчасовая вот такая небольшая история. На самом деле это программа длинная. Мы когда встречаемся надолго, мы занимаемся там почти два месяца, потому что это не быстрое дело. Ну вот с вами я вам сейчас просто рассказываю о том, как с этим справиться. Поэтому первая задача, которую нужно сделать, это нужно начать формировать для себя подушку безопасности и откладывать деньги на себя любимую. Если есть какие-то вопросы или какие-то мысли, спросите, скажите, как вам такая история. Скажите кто-нибудь, что думаете по этому поводу? А что так загрустили-то? Татьяна, да. А скажите, а деньги на свое развитие, на обучение, это можно считать отдыхом, развлечением? А это для вас что? Отдых, развлечение или необходимость? Я отдыхаю, когда я учусь. Ну да, это, наверное, это ваше право. Вы можете, вы на самом деле можете сделать все. Вопрос в том, чего хочет ваша внутренняя девочка. Вот если девочка хочет нарядов, украшений и, там, я не знаю, духов, парфюмерии какой-то красивой, вы говорите, нет, дорогуша, надо учиться. Что-то ты тут вздумала на красоту деньги тратить. Все уже, уже и так все, мою красоту уже ничем не испортить, да? Нет, я тряпочки тоже люблю, я не говорю. Вот это все туда, да? Вот что радует, что приносит счастье, вот это и есть вот этот вот кошелек, кошелек развлечений и радости. Мы же сами его формируем, да? Понятно, спасибо. Для нативно, да. А вот смотрите, вот это деньги на себя, да, это лично на себя, вообще со всех источников дохода лично на себя-то откладываешь, да? И на свой отдых, не отдых семьи вместе, да? Вот здесь, смотрите, какая история. Если вы работаете с общим бюджетом семьи, это про бюджет семьи, как он вообще строится, да? Вот если в семье есть ваши личные деньги, которые вы зарабатываете, то вы с них откладываете на себя. То есть ваша задача сформировать некую, некий конверт, в котором будут ваши деньги, ваши, на которые никто не будет больше претендовать. И которые вы потратите на себя, любимую. Хорошая идея, спасибо. Ну, она работает на самом деле, да? Потому что, например, вот у меня есть, если зайти ко мне в мой Сбербанк онлайн, у меня там несколько таких вот счетиков, на которых все это дело лежит. Я, конечно, иногда с одного на другой что-то перекидываю. Подушка безопасности железная, я ее никому не даю. И сама не лезу туда. Но я это умею. У меня это вот, возможно, у меня навык сбережения железный. Это вот у меня откуда-то из родительской, видимо, семьи. Вот. А кому-то это трудно. Вот. А на свои развлечения я знаю, да, сколько. У меня такой маленький есть кошелечек, в который я вот и оттуда что-то периодически вытаскиваю. Я знаю, сколько денег в месяц я трачу на свои всякие развлекушки, развлекушки, красоту, там, я не знаю, походы к косметологам, к парикмахерам, на наряды. Вот. Я это все люблю. Хорошо. Все. Дальше поехали. Или еще кто-то что-то хочет сказать? Хорошо. Значит, смотрите, принимать понятно, да, отдавать деньги чуть попозже, сберегать подушкой безопасности деньги, да, и защищать деньги в том числе и от себя. То есть вот история про то, что деньги не держатся в руках, что они прям вот уходят сквозь пальцы, это знаете о чем? Посмотрите, на что вы их тратите, куда они уходят. Есть что-то, на что вот в большинстве своем деньги у вас улетают. Здесь может быть такая вещь, что иногда мы начинаем компенсировать тратой денег, мы компенсируем какие-то наши собственные ограничения внутренние. Ну, например, приведу вам такой пример, когда, ну, самый простой, шопоголик, да, вот когда человек начинает покупать там что-то, да, у него деньги только получились, вот тут же бежит в магазин и их спускает. Как вы думаете, почему человек бесконечно покупает одни и те же вещи, предметы? Возможно, он именно с его шопоголизма, да, получает удовлетворение, именно сиюминутная радость, какие-то эмоции положительные. Ну, я купила, мне вот сейчас хорошо. Да, конечно. То есть, потратив деньги, мы ожидаем какую-то эмоцию. Потратить деньги, если они есть, это самый простой способ эту эмоцию быстро получить. В результате мы эту эмоцию получаем, она очень быстро уходит. Очень важно понять, вот чего не хватает, да, какой эмоции. Иногда мы этим компенсируем, там, не знаю, неудачи в работе. Иногда мы этим компенсируем неудачи в личной жизни, не нравятся отношения внутри семьи, пойду-ка куплю я себе новое платье. То есть, возможно, что причина вот в этом, да, это первая причина, почему деньги не задерживаются, и тогда нужно понять, что компенсируешь. Вторая история, которая может, которая может привести к такой бесконечной трате денег, это отсутствие целей. Вот на самом деле очень важно понимать, зачем вам деньги. Насколько вы умеете ставить цели и потом под них эти деньги получать. Потому что вот мир устроен так, что деньги приходят исключительно только по цели. Если есть цель, то я знаю, сколько мне нужно, и я эти деньги найду. Вот если вы с этим работаете, а я думаю, что большинство из вас с этим работает, потому что вы все предприниматели, то вы знаете, как только четкая цель появилась, деньги под нее находятся. Они приходят каким-то самым удивительным образом. Иногда совершенно не оттуда, откуда ты их ждешь. Поэтому вот умение четко ставить цели – это один из способов зарабатывать деньги. Ну, самый простой пример, да, я обычно, когда с женщинами разговариваю над темой, я говорю так. Да, собралась, очень хочу, клиентка говорит, очень хочу поехать отдыхать куда-то, вот в какую-то красивую страну. За границу прям вот мечта, мечта, денег нет. И ниоткуда взять. Начни откладывать. Заведи копилку. Ну, сейчас все копилки заводятся в онлайн-банке. И начни туда складывать. Как только ты начнешь туда что-то откладывать, у тебя начнут деньги появляться. Это работает таким образом. Поэтому очень важно вот защищать деньги – это способность в том числе ставить цели и способность на эти цели деньги откладывать. И в связи с этим мне сразу хочется перейти к следующей истории. Это как раз к вопросу о том, как брать деньги. Это вот, наверное, самая актуальная тема. Хочу напомнить вам про закон баланса. Вот я прям сегодня готовилась, когда к встрече, не сегодня, но вот на днях, когда готовилась к этой нашей встрече, я залезла в интернет и прям выписала оттуда, что закон баланса – это основной закон Вселенной, обмена энергиями, который гласит, что жизнь присутствует там, где есть обмен. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. И чтобы стать богатым, вы должны помочь другому человеку стать богатым. То есть на самом деле на чем концентрируешься, то и прирастает. И вот этот закон баланса, закон обмена мы с вами очень часто нарушаем. Мы нарушаем его, когда не берем деньги с другого человека в полном объеме. Посмотрите, что происходит. Нам кажется… Ну, давайте такой пример приведу. У меня был опыт работы с фармацией. Есть такая сеть аптек. Фармация в Архангельске, в Архангельской области, наверняка вы ее знаете. И вот у них там у продавцов, вот этот первостольников, тех, кто стоит в торговом зале, в аптечном, у них там такая проблема у многих есть. Приходят бабушки. Как же я буду им продавать дорогое лекарство? Как же я буду им что-то допродавать? И в этом случае встает вопрос. Откуда ты знаешь, сколько денег в кошельке у этого человека? Мы почему-то берем на себя ответственность за другого человека. Мы за него принимаем решение. Это очень смело. Вот когда мы говорим, я не могу взять другого человека больше, потому что мне… Ну, по каким-то там причинам, да. Вот мне кажется, они, что вот это Наталья говорит, да, что вот они все, они же бабушки, они же все вот такие, у них денежек нет, у них пенсия маленькая, да. Или сейчас все так трудно, сейчас вот сцены так выросли, жизнь такая тяжелая. Вы знаете, это вообще очень смелая позиция, когда мы берем на себя право решать за другого человека, как ему жить. Это прямо вот, знаете, позиция Господа Бога. Это гордыня, если уж совсем называть своим языком. Когда мы не принимаем решение по поводу денег, это про гордыню. Это про то, что я принимаю на себя ответственность, право распоряжаться кошельком, намерениями, действиями другого человека. Готовы ли вы брать на себя ответственность за это и тянуть это на себе? Вот у меня, я работаю с людьми очень давно, ну практически всю жизнь, да, начинала как школьный учитель, правда, меня там ненадолго хватило, потом психолог. У меня два образования, математическое и физмат, когда-то в далеком прошлом я учитель математики, а потом психологическое. С 2004 года я работаю в бизнесе и с людьми я работаю много, постоянно, в разных форматах, в индивидуальном, групповом, онлайн, оффлайн, ну вот, наверное, по телефону, как угодно. И я в одно время стала замечать такую вещь, вот, когда я провожу что-то бесплатно для людей, либо бесплатную консультацию, вот сейчас бесплатных вообще не провожу, то есть все, что я провожу, мне платят. Я считаю, что это неправильно, это вообще ужасно, это самое ужасное, что может быть. Почему? Потому что, когда человек ни за что не платит, да, вспомните ситуацию, когда вы не платили, вот что-то вы получили, и вы не заплатили, ваше ощущение. Елена Надеевна, можно я скажу? Вообще все, что мне кажется бесплатно, это я и своих наблюдений, оно не ценится у людей вообще. Даже вот, например, по себе замечала, записываешься на какое-то бесплатное, да, мероприятие, у тебя почему-то находится куча причин на него не сходить, а когда ты заплатил деньги, ты в любом случае туда пойдешь. Совершенно верно. Более того, когда мы, вот я начала рассказ, да, в моей жизни бывали ситуации, когда я проводила какие-то бесплатные группы, ну, то есть ко мне приходили люди, которые ни за что не заплатили. Я не имею сейчас в виду вот эту вашу группу, потому что вы платите по полной программе, вы приезжаете, вы участвуете, у вас куча домашних заданий, вы вкладываетесь, да. Но бывают такие истории, когда люди приходят и, ну, вот да, мало того, что качество работы снижается, это все настолько быстро забывается, люди абсолютно не ценят то, за что они не заплатили. Как правило, после таких мероприятий бывает куча претензий. И все договоренности, которые на этих мероприятиях, вот, они как-то тоже уходят никуда. То есть бесплатно это всегда, бесплатность это ассоциация с некачественностью. Это что-то дешевое, это что-то бесплатное, это что-то низкокачественное, да, это вот как, вы же не пойдете там, ну, нет. Ну, да, а я иду в секонд-хенд вещи покупать, там все дешево, там все, ну, почти бесплатно, чисто символически. Я иду в магазин, покупаю деньги, да, или я иду в дорогой бутик, я совершенно по-разному к этим вещам буду относиться. И ко мне люди будут по-разному относиться, когда где-то одна история секонд-хенда, другая из там масс-маркета и третья из бутика, понимаете, да? Вот с деньгами все то же самое. Когда мы не берем с человека деньги, мы мало того, что принимаем решение за него, нам кажется, что ему плохо. Но ведь это же наши тараканы, это наша история, да? Так мы еще и обесцениваем собственную работу. Это к вопросу о поднятии цен, да? То есть изменилась цена на материалы, это не моя история, не я придумала, да? Изменилась ситуация на рынке, это не моя история, это не я начала. И насколько я имею право пойти против рынка, это мой выбор. То есть законы баланса уже нарушились, да? Уже все качнулось. Значит, либо я догоняю, либо я вот нарушаю законы баланса. Когда вот очень сейчас реже, но вот когда был у меня период, я просто тогда работала в неких организациях. Организация там приводит людей на какое-то мероприятие, ты для него их проводишь, да? А потом люди ушли, организация заплатила. Но люди не платят ничего. И есть такая тенденция, когда человек ничего не заплатил, наверняка вы это тоже замечали, вам начинают приносить банки с вареньем, коробки с конфетами. А что еще? Какие-то вот какие-то угощики, какие-то подарки. Бывало у вас такое, что человек, который вам не заплатил денег, вам что-то принес? Как вы думаете, почему? Ну, просто благодарность, наверное. Может быть, чувствует, что он должен тоже что-то отдать. Конечно, конечно. Человек, когда что-то получает важное и ценное, он внутренне хочет отдать, чтобы закон баланса не нарушался. А если вы так вот скромненько, да ладно, да уж что уж там уж, да я уж как-нибудь уж сама уж, вы тем самым нарушаете закон баланса этого человека. Он с этим что-то должен будет сделать. Иначе все это обесценивается. И поэтому люди несут коробки конфет врачам. Да, вот там бутылки с коньяком, какие-то банки с вареньем, я не знаю, какие-то, что только не несут, короче говоря. Вот это как раз про то, что деньги человек не заплатил. Потому что когда вы заплатили адекватную цену за свою, за полученную услугу, вам даже в голову не придет добавить туда банку варенья. Согласитесь? Поэтому если вам несут подарки, это прям явный признак того, что вы берете мало за свои условия. Как вам такая история? Поделитесь. Я хочу рассказать свою историю. У меня была девочка на репетиторстве, очень сложная. Никто к ней не мог найти подход. Вот мы с ней, мало того, что нагнали программу, она еще и экзамен в девятый класс сдала, ей двух баллов не хватило до пятерки. И ее мама отправила мне бонусом, плату, которая была больше в пять раз, чем стоимость урока. Она это объяснила тем, что я дарю вам букет на расстояние, но потом она мне, когда мы уже расстались, она сказала, я бы на вашем месте поднимала цену в уголок. Да, совершенно верно, потому что это умная мама, и она не хочет нарушать закон баланса, она не хочет быть должной. Потому что, когда я что-то получаю и не отдаю взамен, я становлюсь должником. И тогда мне нужно либо кому-то еще что-то сделать срочно, потому что иначе меня, либо у меня в другом месте аукнется. Поэтому, когда мы не выставляем адекватную цену за свои услуги, адекватную, мы ставим наших клиентов в очень неудобное положение. Если вы к этому готовы, вы можете продолжать. Если же вы хотите, чтобы у вас с вашими клиентами строились гармоничные отношения, ваша задача выставлять адекватную цену и реагировать на изменения. Если ваша услуга стала качественнее, она стала, то есть вы вложились туда больше, она стала качественнее, она стала иной, у вас она стала более интересной, более ценной. Вы вышли на другой сегмент, ваша обязанность изменить цену, для того, чтобы ваши отношения с клиентами сохранялись. Если к вам приходит бабушка, ей действительно нужно, значит, если этой бабушке действительно нужно, значит, у нее есть деньги на это. Либо она найдет какой-то способ, да, потому что, ну, на самом деле, да, есть благотворительные организации, в которых бабушкам оказывают бесплатную помощь. Это правда. Как правило, там либо работают юристы, опытные, классные, которые таким образом свой баланс внутренний выстраивают, да, то есть это люди, которые берут большие деньги за свои услуги, очень большие деньги. Им для того, чтобы их душа и их энергетика была в порядке, нужно немножечко куда-то вот спускать это все, потому что мы знаем, что на рынке юридических, образовательных услуг есть специалисты, которые берут очень большие деньги. Либо там работают студенты, которым надо наработать опыт. И тогда другая история. Я уже, наверное, приводила пример, да, про свой закон баланса. Я не помню, кому, но я об этом говорила уже, что вот я работаю в гарантии по определенной стоимости. У меня в бизнесе стоимость моего часа выше. Я совершенно точно знаю, что в бизнесе у меня такая цена, в гарантии другая. Договоренность такая, это моя социальная позиция такая. Я здесь отдаю вот свой некий социальный долг. Мне так комфортно. Потому что в другой ситуации я возьму другие деньги за свои услуги. Поэтому, когда вы будете выставлять ценник и изменять цену, вы выстраиваете отношения даже не столько с клиентами, сколько вот с этим вот выстраиваете вот этот баланс, который нам с вами нужен для того, чтобы, ну, все держалось. Если есть какие-то соображения, поделитесь. Такие мысли приходят в голову. Мне понравилось про подарки. Если несут подарки, мало берете за услугу, прям в точку. Это правда. Прям. Мы когда школу блогеров сделали, нас задарили подарками, сказали, вы мало ценник назначили. Конечно. Было уже поздно переназначать ценник. Конечно. Когда мы выставляем маленькую цену, мы ставим в неудобное положение своих клиентов. Они могут этого не замечать. Они могут быть с вами из одной, скажем так, как вы сказать-то, у них может быть такое же отношение к деньгам, как и у вас. Но в конечном итоге ведь баланс-то нарушается вот он где. Понимаете? У нас, если нарушено где-то в одной сфере, то вот это все тянет за собой все остальное. Это так работает. Почему мы говорим о том, что вот для того, чтобы баланс поддерживать, нужно выстраивать отношения со всеми сферами вот этой жизни. Нужно обеспечивать себе достойные условия жизни. Вам должно быть комфортно. Нужно тратить время на отдых и развлечения. Обязательно, иначе вы выгорите. Нужно заниматься личностным ростом, духовным развитием. Нужно обучаться, можно читать. У кого-то это религия, у кого-то это развитие обучения. Обязательно нужны отношения. С детьми, с мужьями-женами, с партнерами. Вот личное отношение, близкий круг, он должен быть у человека. В одиночестве человек гибнет. Друзья, родственники, подруги. Это обязательно тоже. Даже самый глубокий интроверт, он должен с кем-то общаться. За здоровьем надо следить. Иначе возникнут проблемы. Деньгами их нужно зарабатывать, ими нужно заниматься. Ну и карьера, работа тоже самое. Хорошо. Давайте мы с вами сейчас посмотрим еще на одну сторону отношения с деньгами, которая, мне кажется, для меня очень важна. Помните, я вам говорила о том, что очень важно поставить цель. Сколько денег мне нужно на жизнь. И в связи с этим мы сейчас с вами будем делать такое упражнение. У вас есть у всех листочки. Поставьте, пожалуйста, цифру у себя. Количество денег, которые вы сейчас имеете в месяц. Просто цифра. Надеевна, личных или совместный бюджет? Вот вы сейчас с какими деньгами работаете? С личным или с совместным бюджетом? С всеми. Это ваши деньги. А, то есть сама вы решает, да? Конечно. Это ваши карманы, ваши кошельки. Я туда не лезу. Как хотите. Итак, какая-то цифра стоит. Ну, допустим, например. Сейчас я возьму вот чатик и поставлю сюда какую-нибудь цифру. Ну, предположим, 100 тысяч, да? Ну, вот эта цифра, которая вот на каждый день, ну, в месяц приходит, ее тратишь. Скажите, пожалуйста, вот когда вы эту цифру получаете, вы ее... Вы знаете, на что вы ее тратите? Я знаю четко, до копеечки. Кто еще из вас ведет бюджет? Я тоже знаю, куда у меня уходят деньги. То есть очень важно знать, куда уходят деньги. Поэтому задание будет такое. Вам второе задание. То есть первое задание у вас вот создать кошельки и начать откладывать, да, и тратить соответствующим. Второе задание – это бюджет. Если у вас нет бюджета, если вы не знаете, на что у вас уходят деньги, значит, вам нужно потратить месяц и позаписывать, куда вы тратите один месяц, посмотреть свои траты. Это очень... Если у вас одна банковская карта, вы ей пользуетесь. Я, например, когда мне надо посчитать, куда у меня летят деньги, я начинаю в течение месяца пользоваться одной банковской картой. И в онлайн-банке там есть такая функция бюджет. В конце месяца вам будет понятно, на что вы их тратите. Можно позаписывать. Но потратить, вот посмотреть, на что вы тратите деньги – это прямо обязательно. После того, как вы это посмотрите, вы можете, вот, чтобы быстрее это ускорить, вы можете просто взять какой-то месяц и посмотреть, на что улетело. Вы же знаете, примерно, вот октябрь закончился, да, сколько на квартплату ушло, сколько на еду уходит, сколько на покупки какие-то, кто-то на здоровье, кто-то на таблетки, кто-то на спортзал, кто на что тратит. То есть вы составляете список, на что вы тратите, на остальные траты. Это вот то, что есть. Первый шаг – это есть. Второй шаг. Вы берете блокнот и увеличиваете, представляете себе, что ваш гонорар, доход увеличился в два раза. То есть вот он был 100, как если бы у вас их стало 200. Ваша задача – распределить этот бюджет в 200 тысяч, у каждого свое, у кого-то 30 тысяч, у кого-то 50 тысяч, у кого-то 10 тысяч, кто на сколько живет. Ваша вторая задача – распределить на листочке удвоенный доход. Лучше всего это делать вечером, когда все домашние уйдут спать, чтобы вам никто не мешал, никто не заглядывал через вашу спину, через плечок вам. Ваша задача – распределить эти 200 тысяч. На следующий день вы удваиваете эту цифру, и у вас получается 400 тысяч. И вы представляете себе, что у вас есть 400 тысяч в месяц, и вам их нужно потратить. И вы распределяете бюджет. На следующий день вы снова возвращаетесь к своему блокноту и снова удваиваете эту сумму. Как вам такое задание? Поделитесь. Какие ощущения у вас возникли, когда я вам про все про это рассказываю? А до какого времени надо это увеличивать, пока предел не настанет? Вот вся эта история длится две недели. Это задание вам на две недели. Поверьте, когда вы его выполните, вы узнаете о себе очень много нового и интересного. В течение две недели… У меня не на что будет потратиться. Вот, нет, вот, ну да. В какой-то момент у вас, когда мы выполняем, когда я работаю с такой программой, мы это все обсуждаем. Это задание дается людям, а они уходят его делать. И через некоторое время возникает вопрос, что тратить не на что. Деньги-то приходят, а тратить не на что. То есть вы увидите, почувствуете свой порог. Когда вы… Все. К чему я это? Потому что у каждого из нас есть некий свой порог, наше внутреннее ограничение, которое не позволяет нам получать больше. Это не потому, что денег… Во вселенной деньги кончились. Это потому, что у меня есть внутреннее ограничение, которое я не могу определить. Вообще считается, что увеличивать, резко увеличивать свой доход опасно. То есть если сегодня вы получаете тот у вас доход 100 тысяч в месяц, то, ну, в два раза еще, может быть, и можно, но, скорее всего, вас это испугает. Как правило, рекомендуется увеличивать доход постепенно. Ну, я не знаю, в месяц, там, за раз на 20-30 процентов. Вот эта сумма воспринимается легко. Кто-то до 50 процентов. Вот такое упражнение позволяет вот этот вот механизм ограничений в себе сломать. Когда мы научаемся работать с большими суммами. И тогда вы увидите, на какой сумме у вас возник потолок, вы застряли. И, может быть, вам не, у вас, ну, как, ступор. Вот если наступает ступор, значит, нужно на следующий день попытаться потратить, ну, сильно не увеличивать, да, либо чуть-чуть увеличить, и вы еще раз ту же сумму. То есть ваша задача, а две недели, то есть у вас получается так, 100, 200, 400, 800, миллион 600, да, потом 3200, потом сколько? 6400, потом 12800 и так далее. То есть вот этот вот навык работы с крупными суммами мы тренируем мозг. Наш мозг, который ограничен 300 рублями за консультацию, да, или там 500, я, говорит, Наталья, говорит, я не могу 600 взять. Для меня это страшно, да. А вот наш мозг, чтобы он начал двигаться дальше, его нужно вот такую стрессовую историю. Поэтому вот это упражнение, оно великолепно работает. Потом у вас появятся мысли, у вас встанет задача, куда эти деньги потратить. И вы совершенно, вам придется, вы упражнения делаете, да, вам придется думать, а вообще куда деньги-то тратятся, когда их становится много. Причем вам нельзя отдавать эти деньги на благотворительность. Это прямо запрещено. И вам нельзя отдавать их нуждающимся. Это тоже запрещено. Это ваш бюджет, и вы его тратите на себя. И тогда встает... А на детей можно? Вот раздавать деньги просто так нельзя, принимать гостей, пожалуйста. Подарки можно дарить. То есть детям квартиру покупать нельзя? А у вас уже квартира классная, вам в ней хорошо? Нет. То есть понимаете, да? Вот когда себя полностью, когда у вас будет классная квартира, когда у вас будет загородный дом, я не знаю, какие там мечты есть, когда у вас уже будет сад, который вы всегда, о котором вы всегда мечтали, когда у вас будет там, я не знаю, джакузи, душ, шарко и все остальное, в мечтах ваших. Вот упражнение классное, поверьте, все, кто его делает, приходят вообще в совершеннейшие восторги, происходит снос каких-то стереотипов. Посмотрите, у вас встанет вопрос, а куда тратят деньги обеспеченные люди? И вам придется задаться за этим вопросом. Почему это так важно? Мы с вами про бизнес, а бизнес – это про деньги. Вы все пришли в город сюда делать бизнес, а бизнес – это большие деньги. И с большими деньгами нужно уметь общаться, взаимодействовать. Их нельзя пугаться. Если вы денег пугаетесь, они от вас убегают. Вот это классное совершенно упражнение, которое позволяет нам не бояться денег. Сделайте две недели. Через две недели потом мы с вами где-нибудь встретимся, допустим, на втором модуле у гаранта, и вы мне расскажете о том, что у вас. Или напишите мне в почту, в ВКонтакте. Мне лучше писать ВКонтакте, я там быстрее отзываюсь. Еще какие-то вопросы есть про это упражнение? Кто из вас это будет делать? Я призываю сделать всех. Это удивительная вещь. Вот это ваше второе задание, над которым вы будете работать. Первое – это конверты и тратить деньги на себя. Второе – это двухнедельная история с распределением бюджета. Следующее, что мы будем с вами делать, вы будете делать без меня, это работа с ограничивающими установками. Я специально оставила это на вторую часть семинара, потому что это большая работа, которая требует ваших усилий, и она тоже требует внимания к себе. То есть этим надо заниматься. Будете вы это делать или нет, это ваш выбор. Хотите – делайте, хотите – нет, но другого способа изменить свое отношение к деньгам еще не придумали. Помните, я вначале вам сказала о том, что нашим сегодняшним взаимоотношениями с деньгами управляют наши родительские программы, родовые программы, которые появились у нас в детстве, дополнились где-то в юности, и мы вот с ними сейчас и живем. вспомните, вспомните, вот в ваших семьях что принято говорить о деньгах? хорошего помаленьку вкусного недосыта. Да, хорошего помаленьку вкусного недосыта еще. Можно вопрос, в какой семье, которую я создала или которые мои родители? Нет, это родительские семьи, потому что вы в свою семью уже притянули то, что вам досталось. Вы свой багаж притянули, свои программы, ваш супруг принес свои программы, и они у вас вот каким-то образом, если они совпадают, если вы из одной социальной среды, то, как правило, вы как ваши родители жили, так и вы живете в большинстве своем. И если они у вас разные, то в результате взаимодействия получается что-то новое. Поэтому это прародительские семьи. У нас бабушкина поговорка долго повторяла мама. Сейчас вспомню. Не носить латаного, так и едать из латаного. Да, не носить латаного. Слушайте, вот это прям спасибо на самом деле Татьяна про то, что вы сейчас это сказали. Вот латаное, это тоже про деньги. Один из способов привлечь деньги в свою жизнь, это убрать все латаное. Почему в народе говорят, что вот заплатки это плохо, что битая чашка нужно убрать. Все, что сломалось, нужно выкинуть, освободив место для нового. Да, наши мамы говорили не носить латаного. Еще что вспомнили. Нежели богато, нечего и начинать. Да, да, совершенно верно. Еще. Наталья, что говорили в вашей семье? Берешь чужие, отдаешь свои. Да, да. Еще. Анна, что у вас? Анна, что говорили? Из своего детства только помню, что... Ну вот я с Масловой сейчас разговариваю. Из своего детства, что помню, то постоянно проблема была нехватки денег, то есть это были 90-е годы, и вот таких прям пословиц, явных я не помню, а вот озвучивали дефицит денежных средств постоянно. денег нет, денег не хватает, на это нет, да, вот это вот нет денег, это, да, еще. Кто еще что вспомнил? Ну и со суждением мы говорили еще, деньги к деньгам будут, то есть богатые с богатыми только общаются, а бедным судьба вот с бедным. Да, 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 да. Ну, так сыты голодного не рассматривают тоже. Да, совершенно верно. На самом деле, очень много вот таких программ, если вы их повспоминаете, вот они, да, я тут вот кое-что повыписывала, на самом деле, я сейчас вам в чат скину ссылочку, скину, я скину потом эту ссылочку, смотрите, деньги это зло, богачи это преступники, да, на богатых людей смотрели, да, каждую копейку надо откладывать, есть деньги, нет времени на детей, на супруга и так далее. У богачей нет друзей, духовные люди не думают о деньгах, вот это очень любят, да, вот что-то я, что-то про деньги, я тут про душу, а вы про деньги. За богатством надо идти по головам, вот тоже, да, ну не могу я, вот, ну не могу я по головам идти, вот это вот тоже любят очень говорить. Бедность, мое наказание за ошибки, ну, бывает. Много денег, много опасностей, особенно те, кто прошел 90-е, да, вот все накопления, рухнули. Большие деньги, большие проблемы. Чем больше денег, тем больше ответственности. Неловко брать деньги, то есть вот эти негативные установки, на самом деле их много. И очень важно эти негативные установки отследить. Я сейчас вам, сейчас я ее найду. Так, вот она. У меня здесь, сейчас, сейчас я вам скину ссылочку. копировать, копировать, копировать. Так, что-то я тут, так, вот они, да, вы сейчас у меня видите, этот большой список, да, правильно я понимаю? я так не вижу. Ага, значит, я сейчас, хорошо, значит, я сейчас вам скину ссылку в чат. Ставить. Поехали. Вот она. То есть, если вы пройдете по этой ссылке, то вы попадете на документ, в котором вот такое задание. Почитайте установки и нафиксируйте на бумаге, какие откликаются у вас. То есть, здесь большой, 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 большой список. Ваша задача его себе скачать и пометить, выделить. Так, у меня куда-то потерялся. Вот. Нашли его? Если у кого-то не получилось, значит, я потом скину вам это все в чат. То есть, все эти ссылки, они у вас будут. Там большой список денежных установок. Как работаем с этими денежными установками? Ваша задача их изменить. То есть, вот сегодня эти денежные установки, они у нас всплывают. Что деньги – это зло, что не было много денег, нечего и начинать. Что брать деньги, за свои услуги неприлично. Их на самом деле может быть море. Что богачи – это все подлецы. Что если человек богатый, то он, значит, нажил деньги каким-то своим нечестным путем. Что деньги – это зло. Если бы у нас с вами было больше времени и мы бы с вами залезли в ваши родовые программы, то мы бы там увидели. Наверняка у каждого из вас в семье, в семьях ваших родовых ветвях есть люди, которые пострадали. В ходе Великой Отечественной, в ходе раскулачивания, в ходе 90-х, когда потерялись деньги. То есть, у нас вот этот вот опыт травмирующий денежный, он у нас есть. Знаете, я когда работала со своими денежными установками, я откопала у себя совершенно неожиданную вещь. Я тогда училась продавать. У меня с продажами и сейчас я очень хорошо. Я не самый лучший в мире продавец. Это правда. Но было совсем плохо. И когда я начала разбираться, откуда это, почему, у меня продавец бабушка. Бабушка моя по маминой линии была продавцом. Я не понимала, как это. Когда стала разбираться, выяснилось, вспомнилось, что бабушка, у нее муж погиб в Великой Отечественной. Она осталась с двумя девочками, моя мама и моя тетушка, одна. И она работала продавцом в магазине. И, судя по всему, бабушка подворовывала. Ну, иначе семью было не двух девочек не прокормить. То есть, скорее всего, там были какие-то схемы. Причем, даже когда я была маленькая, я вспомнила, что эти схемы, ну, то есть, у нас появлялись какие-то коробки. Я ни в коем случае не осуждаю свою бабушку. Тогда жизнь была такая. Она войну прошла, и двух девочек вырастила, и высшее образование им дала, и все отлично. По-другому было не выжить. Так складывались обстоятельства. Единственный способ, который она тогда нашла, это вот подворовывать. Но поскольку бабушка была человеком адекватным, она была категорически против, чтобы ее дочери шли в продажи. Одна дочь педагог, другая дочь инженер. И в нашей семье, благодаря бабушке, профессия продавца считалась опасной. Понимаете, как это сработало? А я теперь продавать не могу. Мне всегда говорили, будешь плохо учиться, пойдешь продавцом. Люди идут дворниками работать, а я продавцов боялась. Понимаете? Но чтобы это мне откопать, мне нужно было залезть в свои родовые программы и увидеть, что там. Очень важно понять, вот где вот эти, да, вот какие установки всплывают. Поэтому, когда вы получите этот лист и будете его внимательно читать, вы прям галочкой ставьте, его можно распечатать, ну или там перед экраном желтеньким выводить и там каким-то цветом, да. Вот вы прям эти свои установки, вот прям отмечайте. Вам нужно набрать их там штук 50. Они у вас у всех есть. Может быть, это будет не сразу. Может быть, вы поживете с этим. Почитайте. Сначала будет самое большое внимание уделяйте на те установки, на которые будет такая реакция. Ой, ну нет, ну это вообще полная ерунда. Вот то, что мы начинаем отрицать, вот там что-то прям сильно зарыто. И там надо покопаться. Значит, после того, как вы выберете свои вот эти все установки, я сейчас снова включу демонстрацию экрана, чтобы нам вернуться к моим шпаргалкам. Где она? Вот она. Вот она. Да, после того, как вы все это, вот их у меня, видите, сколько этих негативных установок, их очень много, да. После того, как вы их выпишите, ваша задача будет их переформулировать. То есть мы делаем такую большую таблицу, а я когда готовилась, я нашла свои таблицы, с которыми я работала. Они у меня есть. Я, поскольку я хранитель, я все это собираю. У меня есть особенность, я коплю все вот эти вот свои истории, я ничего не выкидываю. Нет, выкидываю, но это прям задача. То есть что мы делаем? Вот смотрите. С одной стороны первый столбик это негативные установки, а второй столбик это позитивные установки. То есть наша задача прям письменно переформулировать свои негативные установки в позитивные. Причем это важно сформулировать и записать. Ну, например, деньги, зло. Звучит первая установка. Каким образом вы ее можете переформулировать в позитив? А можно вот включить микрофончик и голосом сказать? Деньги приносят радость. Да, еще. Деньги это удовольствие. Да, еще. Ну, то есть деньги это энергия, деньги это удовольствие, деньги это радость, деньги это, помните, я вас спросила, что такое деньги? Это возможности, деньги это ресурсы. То есть деньги это хорошо. Вот ваша задача наполнить вот это. Дальше. Все богачи преступники. Так, точно. О, понимаете, да, сразу выскочила. Так, давайте в позитив. Скажите, а среди бедняков преступники бывают? Да. Да? На самом деле, среди, среди богачей, как и среди, среди других групп в населении есть разные люди. И больше все-таки хорошие. А преступники, они есть во всех, во всех группах. И с разным уровнем доставок. Портят. Чего? Фаршивая овца все стадо портит. Да. Понимаете? Ну, вот был период, когда, ну, были у нас 90-е. Да, люди там по-разному себя вели. Ну, и что? Жизнь была такая. Мы с вами не Господь Бог, чтобы осуждать на самом деле. Правда? Это как мы с вами не Господь Бог, чтобы лезть в карман к другому человеку, оценивать, сколько у него там денег и каков у него баланс. Это не наше право. Каждую копейку надо откладывать. Давайте это тоже. Вот это для таких скопидомов, которые все откладывают, для таких плюшкиных, которые все прям вот... Здесь что? Копейка рубль бережет. Это сюда же. Давайте переформулируем по-другому. Больше тратишь, больше получаешь. Да, например. Или тратить надо с умом. 25 на 25 на 50. Да? То есть, если я этим процессом управляю, если я раскладываю денежки по кошелькам, здорово, а что каждую ты копейку откладываешь? С ума же сойдешь. Большие деньги, большие возможности. Да, большие деньги, большие возможности. Это правда. Когда у меня есть деньги, я могу позволить себе и благотворительность, и помочь там кому-то, да, и хорошие подарки детям, детям, внукам купить, и детей своих там обеспечить. То есть, деньги – это всегда возможность. И когда я отказываюсь от денег, я отказываюсь от возможностей. У богачей нет друзей. У богачей нет много друзей. А мы не знаем. У богачей, как и всех других людей, разных. Да? Совершенно верно. То есть, понимаете, вот ваша задача, вот, например, бедность – мое наказание за ошибки. Ну, вот такая, редко, конечно, но можно такое услышать. Это вот мне наказание. На самом деле, опять же, да, бедность, ну, на самом деле, кто наказывает, да, нас? Каким образом? Много денег, много опасностей. А деньги – это всего лишь инструмент, да, и я сегодня обладаю всеми знаниями, чтобы себя обезопасить. Чтобы деньги были в сохранности, нужно иметь определенные, вот, минимальные здания по управлению ими. Все. И так далее. То есть, ваша задача, вот, из тех, из того длинного списка, который я вам скинула, и положу еще вам их в... Мы договоримся с Юлей, куда я его положу, чтобы, ну, не в общую, да, куда-то там, как-то, может, послать эти ссылки, чтобы не было у всех в общем доступе, чтобы это было вот у тех, кто сюда приходил. Вот. Для этого выбирайте около 50, их там гораздо больше, там большой список, 100 с чем-то. Выбирайте 50 и старайтесь их переформулировать. Если получу деньги, у меня их отберут, например. Если я получу деньги, я в состоянии о них позаботиться. Чего бы мне их отобрали-то? Блин, богатым страшно ходить по улицам. Сегодня вообще по улицам ходить не страшно. А если страшно, есть места опасные, так туда просто не надо ходить. Элементарная техника безопасности. Знаете, как говорят, третий раз изнасиловали, так и ты чего по пустырям-то ходишь? Может, не ходить по пустырям, чтобы тебя на третий раз не насиловали? Ну вот, условно говоря, да? Или вот, замечательно, это вот целая история, у нас с вами, к сожалению, сейчас нет на это времени, но нельзя зарабатывать больше мужа. Это вот целая история про отношения внутри семьи, да? Когда считается, что муж должен зарабатывать больше. Там включаются другие механизмы, но тем не менее, если мы с мужем партнеры, то каждый зарабатывает столько, сколько может. Да? Вот. Сколько имеет возможности? И так далее. Как вам такое задание? Делитесь мыслями, что пришло в голову? Интересное задание. Самим себя опровергать? Еще раз. Самим себя опровергать, приводить контрдоводы, что там вообще в моей голове переворачивается. Да, 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 да. На самом деле, это так и есть. То есть, либо мы это сами, вы помните, я про управление, да? Либо мы это сами переделаем, про осознанность. То есть, в нашем с вами возрасте, ну, вот у нас тут есть молодые девушки, ну, тоже не самые юные, да, то есть, ну, у нас тут нет 18-летних подростков, но с возрастом все труднее и труднее. Единственный способ сделать это осознанно, сделать свои отношения с деньгами собственным выбором. А для того, чтобы это осознать, нужно вот это переформулировать, потому что на самом деле деньги – это не зло, это всего лишь энергия, это всего лишь инструмент, это всего лишь часть жизни, от которой мы не можем отказаться. Но мы можем изменить свои отношения с ними. Делаем это осознанно, и вот это один из инструментов. Тяжелый. Татьяна, это вообще тяжелая история копаться в себе и переборать. Переворачивать вот эти вот установки, потому что то, что сейчас у вас есть, оно вас вот к этому и привело. Вот с сегодняшними установками у вас вот так. А если я хочу по-другому, значит, я думать должна по-другому прежде всего. Это нелегко. Это кто-то сделает, кто-то не сделает. Если будет потом возможность, мы, может, как-то соберемся и это обсудим. Но вот пока так. Мне просто хочется вам еще рассказать об одном инструменте, который уже работает на изменение своих отношений к деньгам. И это вот такая история. Называется она, давайте я пока уберу вот это, пока уберу свою шпаргалку, давайте поговорим вот о чем. Ведь... Да, пауза. Прошу прощения. Смотрите, вокруг нас много людей с разным уровнем достатка. Есть люди, которые получают минимальную пенсию, там, я не знаю, 10 тысяч рублей и как-то умудряются на это жить. есть люди, которые благополучно сидят там на шее у, я знаю, мамочек, у которых великовозрастные дети, там уже под 40, сидящие у них на шее. То есть мама пенсионерка и они с сыном живут на ее пенсию. Вот как-то так бывает. Бывает есть учителя, которые, бюджетники, вот у нас тут есть представители, я сама из бюджета, которые получают определенную сумму и вообще не переживают о том, что там, то есть в бюджете ведь нельзя больше заработать. Вот те выплатили зарплату, все, да? И как-то, их как-то живут. Правда, здорово, вот когда есть муж, который зарабатывает, это прям вот замечательно, но ведь бывает, что и нет. Как-то живут. А есть другие люди, которые стараются что-то заработать, стараются что-то изменить. У них с деньгами вообще все прекрасно. У нас с вами вот сегодня в группе 28 человек. Из этих 28 вот пришли вот те, кому это интересно. У них, видимо, все в порядке с деньгами, с этой энергией. Наблюдали ли вы когда-нибудь такую картину, что человек постоянно говорит о том, что ему не хватает денег? Треботенция маленькая, зарплаты маленькие, а вообще в стране ужасно. страна не заботится о своих людях, все плохо, и при этом он ничего не делает. Вот он так всю жизнь живет и всю жизнь рассказывает о том, как плохо он живет, как мало у него денег. Встречались? Я думаю, все. Задумывались ли вы когда-нибудь? Так, у нас ушла Анна. Здорово. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что вот людям выгодно иметь мало денег? Выгодно, чтобы их все жалели? Да. Такая жертва ходит и всем все просит, и надо же статус-то поддерживать. Да. То есть всегда, смотрите, всегда можно пожаловаться, и тебя всегда выслушают. Как вы думаете, какие еще есть выгоды у того, чтобы не зарабатывать, для того, чтобы денег было мало? Можно полежать на диванчике для того, чтобы пахать. Да, прекрасно, совершенно, замечательно. Можно лежать на диване и прикидываться там, не знаю, можно поболеть еще, да, вот тоже хорошо. Еще. Можно скажу, из опыта работы просто в своей социальной сфере, мне кажется, выгодно тем, что ты можешь получать блага от государства в виде пособий, там, наверное, каких-то, там, я не знаю, скидок, еще что-нибудь. Да, на самом деле, есть такие блага. Да, на самом деле, это ведь на самом деле неплохо, получать пособия, скидки, это все нормально, но на самом деле, вот это вот нежелание зарабатывать и что-то делать, увеличивать ценник, предпринимать какие-то действия, это ведь еще и про то, что человеку выгодно. я вам сейчас просто покажу вторичные выгоды, которые мы насобирали, которые мы насобирали. Вот, смотрите, это спокойствие, не надо будет бояться за сохранность, что их украдут, правда? у меня никто не будет просить в долг, у меня же денег нет, значит, у меня не будет врагов. У меня ничего не съел, динаминация, сбережения, не надо будет беспокоиться вообще о сбережениях. Он хороший, мне нравится, не надо делать дорогие подарки друзьям и близким. Что взять, чего с нищего взять, говорят, никакое, да? Не надо вообще никуда ходить, мне не в чем пойти, у меня нет денег, у меня нет денег на подарок, куда я пойду, я лучше дома посижу. Не надо переживать, что их придется делить после моей смерти. Вот как дети поделят мое наследство, ведь это же ужас, ужас, поссорятся еще. В любом разговоре можно жаловаться на отсутствие денег, всегда есть о чем поговорить. Выгодно прикрываться отсутствием денег, когда вот куда-то тебя приглашают, да, я бы с удовольствием, но ты же знаешь, я не могу, я не могу куда-то поехать, я не могу в чем-то поучаствовать. Вот, можно жалеть себя до бесконечности. Еще мне тоже очень нравится, можно мечтать о другой богатой жизни. Вот, знаете, есть такие мечтатели, которые до бесконечности мечтают, и вот как мечты-то лишиться, все, мечта будет другая. Поэтому, поэтому, вот видите, вот это, наверное, про работу, да, где вот работают, наемный работник, да, в компании, платят мало, но в своей компании ты свой, можно сказать, в одной крови, да, не надо никуда уходить, не надо ничего менять, там все знакомо, все близко, тебе не завидуют, ты как все, внимание к тебе не привлекаешь и так далее. То есть, таких, так, все, таких вторичных выгод их тоже очень много. Я сейчас опять же открою, я сейчас опять также открою, так, где он, вот, покажу вам этот список. Вот он, этот список. У меня их 117. вот есть 117 выгод от бедности, вот он такой огромный, большой список, вот он, и вы его тоже получите, я его сейчас скину в, я его сейчас скину в чат, так, сейчас скину в чат, копировать, и отправить, и отправить, и отправить. Вот она. И Юле я потом эту ссылочку передам, и она вам ее отправит. То есть смотрите, что получается, на самом деле человеку выгодно быть бедным, человеку выгодно не получать, не увеличивать свой ценник, человеку выгодно не предпринимать ничего, чтобы заработать больше, потому что от вторичных выгод целая куча. Можно ничего не менять, можно поддерживать прежний уровень жизни. Более того, вот если вы проведете такой эксперимент, еще одно вам задание, тоже на аналитику, составьте список из 10 человек, с которыми вы общаетесь чаще всего. 10 человек. Это могут быть близкие, подруги, друзья, ну то есть те, с кем вы общаетесь реально. Это не начальник, который вызывает вас на ковер, а это вот те, с кем вы, у вас отношения. А потом рядом с каждым этим человеком поставьте средний уровень его дохода. Ну сколько примерно он получает в месяц. не обязательно до копейки, ну можно приблизительно, вы там знаете, сколько у него зарплата примерно, сколько у него там пенсия, сколько он по бизнесу зарабатывает, сколько у него там еще чего-то. То есть вот этот общий доход. А потом в этом списке установите свой доход. И посмотрите, какое место в рейтинге вы занимаете в этом списке. Как вы думаете, что вы увидите? Я увижу, что у меня самый высокий. О чем это говорит? О том, что мне стыдно повышать плату за свои уроки. Нет, неправильный ответ. Другие варианты. Смотрите, если вы в этом списке самый обеспеченный человек. Что делать? Менять окружение. Да. Это правда. Потому что на сегодняшний день мы окружаем себя людьми, у которых примерно одинаковый уровень достатка. и люди с этим достатком имеют вот эти вторичные выгоды и имеют примерно одинаковое, скажем так, мышление и одинаковое отношение к деньгам. И вот эта вот история про то, что мне стыдно повышать цены, это отсюда. Потому что я же выбиваюсь из своего окружения. Окружение тянет назад. Потому что там разговоры на определенном ценовом уровне. Там и разговоры на определенном ценовом уровне. Там и уровень общения определенный. То есть вы идете, условно говоря, вы идете отмечать день рождения в ресторан или дома на кухне. Да? Там на коленке. Вы покупаете подарок за 500 рублей или за 5000. или за 15 тысяч. Это разные истории. Вы едете отдыхать на курорт куда-то, допустим, или вы отдыхаете дома на даче кверху попой, потому что огород надо садить. Вы покупаете себе одежду в секонд-хенде, в масс-маркете, или вы заказываете какую-то крутую одежду хорошего бренда. Это стиль жизни и стиль отношений. Если вы хотите зарабатывать больше, вам нужно поменять окружение. Это не значит, что нужно прям всех выгнать. Это значит, что нужно начать общаться с людьми из другого сегмента, из другого уровня, из другой социальной группы словом. потеряло. Если мы хотим других денег, если мы хотим получать другие деньги, управлять другими деньгами, то нам нужно научиться жить с этими деньгами, так, как с ними живут люди, столько уже получающих. Вот есть очень хорошее упражнение, еще одно, которое нам помогает осознать, что можно по-другому. Позвольте себе вести себя так, как если бы у вас эти деньги уже были. Ну, условно говоря, обычно я езжу на общественном транспорте, сейчас я поеду на такси. Я еду отдыхать, я обычно еду и покупаю себе три звезды, купите пять. Ну, условно говоря, у каждого там свои цены. Обычно я одеваюсь там, я сегодня куплю себе дорогую вещь, я, может быть, на нее буду копить, но я куплю себе дорогую вещь, которую давно мечтала, присмотрела. Вот это умение общаться с деньгами в другом социальном уровне, на другом социальном уровне, вот это тоже навык. Поэтому ваша задача проработать свои вторичные выгоды, как мы с ними работаем. Точно так же. Давайте сейчас я опять включу, упс, не то, не то, не на ту кнопку нажала, сейчас, не, а, вот, вот, да, ну, давайте вот это откроем. Вот эти вторичные выгоды, которые у нас есть. Что происходит? Ну, например, выгода. вторичные выгоды, спокойствие, не надо будет бояться за сохранность, что их украдут. Как это можно переосмыслить, переформулировать? спокойствие, деньги всегда есть. Деньги всегда есть, за их сохранность отвечают, я взрослый человек, я в состоянии позаботиться о сохранности своих денег. Правда? Не будут просить в долг, не станет врагов. Ну, с долгами это особая история, у нас с вами, к сожалению, сегодня нет времени этому посвящать, у нас нет сейчас времени посвящать как бы этому много, но на самом деле история с долгами, да что такое-то, история с долгами, она, сейчас я отключу телефон, история с долгами, она особенная, да, вот как давать в долг, как брать в долг правильно, как рассчитываться с долгами, как иметь отношение с должниками, это, это, это навык, это надо уметь делать, если когда-нибудь у нас с вами будет возможно, сейчас просто нет времени на это, мы поймем, мы поймем, что умение давать в долг и брать в долг никак не связано с количеством денег в кармане, более того, ну вот я точно знаю, кому я даю в долг и кому не даю, и как я себя веду, если я даю в долг, вот у меня железное правило, и оно никак не зависит от того, сколько у меня сейчас денег, дальше смотрите, ну например, не надо делать дорогие подарки родным и близким, да, на самом деле моя любовь к моим родным и близким не зависит от количества денег в кошельке, и я всегда делаю подарки от души, да, потому что их люблю, ну вот какие-то такие вещи, то есть ваша задача, весь этот список из 117 пунктов прошерстить, выбрать свои, у вас их тоже будет порядка 50, ну точно не меньше 30, и переформулировать, разорвать связь между этой выгодой и наличием денег, то есть ваша задача разорвать связь, ну например, давайте, можно жалеть себя, но жалеть себя это вообще дело неблагодарное, жалеть себя это позиция жертвы, нельзя жалеть себя, иногда можно, но ограничено, когда ты точно понимаешь, что сейчас я себя пожалею и дальше я пойду дальше дело делать, вот это вообще, жалеть себя это тоже особая история, как вам такое задание, про вторичные выгоды, что вы для себя узнали, может быть, что-то новое, какие мысли вас посетили, для меня так это немножко сложное задание, потому что я никогда не говорю, что у меня нет денег, я говорю, что у меня деньги есть всегда, и они ко мне приходят в нужном количестве и в нужное время, поэтому для меня тут Наталья, смотрите, вы когда вот эти 117 будете смотреть, вы с удивлением обнаружите, что вторичные, понимаете, ведь поскольку у вас есть ограничения в деньгах, значит выгоды какие-то есть, ваша задача их найти, то есть это такая охота, то есть вот видите, ваш внутренний протест, что у меня все в порядке, говорит как раз о том, что что-то там есть, туда надо покопать, как только меня что-то возмущает, значит там как раз это то, что закрыто, то, что мы спрятали от себя и не позволяем этому вылезти наружу, то есть ваша задача сейчас, если вы хотите изменить свои отношения с деньгами, раскопать эту историю, а потом создать новую, потому что сейчас вот эти ограничения, страх повысить, почему-то же вы до 600 не позволяете, вам выгодно почему-то не поднять до 600, у вас есть вторичная выгода какая, почему вам это выгодно? Ну нет, у меня есть ученики, за которых я беру 600, вот я беру 700, у кого-то меньше. А в чем тогда проблема? А в чем тогда проблема? Проблема хочу, чтобы вот со всех одинаково. Вот, а в чем ваша выгода сейчас, что вы берете не одинаково? На подумайте. Да. Быть хорошей для всех, да, на самом деле? Да, верно. Да, быть хорошей, быть хорошей девочкой, это тоже очень глубокая тема, на самом деле отношения с деньгами очень тесно связаны с отношением к себе. Это связь прямая. И взаимоотношения с собственным я, и это вот серьезный такой пункт, который мы разбираем, как правило, когда выходим на отношения с деньгами. Роль жертвы, да, вот этот треугольник Карпман, наверняка кто-то из вас о нем слышал, когда жертва, преследователь, спасатель. Наши женщины либо жертва, либо спасатель, либо преследователь, когда все остачертело, ух, как я могу разойтись, там всех раскидать, а потом снова жертва. Вот как избавиться от позиции жертвы, да, как избавиться от необходимости быть хорошей для всех. А я не 100-долларовая бумажка, чтобы всем нравиться. Вот, понимаете, то есть здесь очень много такого, что начинает всплывать, когда мы начинаем разбираться с деньгами. На самом деле отношение к деньгам и с деньгами – это отношение к себе и с собой. И если вы готовы к этим трансформациям, изменениям, если вы готовы находить вот эту вот кнопочки, на которые нужно нажать и нажимать, нажимаете на это, то тогда, да, все замечательно. Если вы говорите, ой, нет, я лучше туда не полезу. Вот иногда можно такое встретить с клиентами, особенно когда вот мы начинаем только разговаривать. Не-не-не-не-не-не-не-не, я лучше, как было. Вот у меня все хорошо, я в зоне комфорта, у меня все, у меня есть близкие, они меня любят. Что это я тут такое, не дай бог я изменюсь. Они, ими же не понравится. Когда мы начинаем меняться, наши близкие начинают возмущаться, потому что они привыкли к вам к таким, вам с ними, им с вами комфортно, а вы вдруг ну-ка меняться начинаете. Что это такое? Они говорят, нет, 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 не надо, пусть будет как есть. Вот с этим что делать? Поэтому история про деньги, она, это история про себя. Давайте будем подводить итоги, потому что у нас осталось 4 минуты. Я хотела бы просто вот резюмировать то, о чем мне сегодня удалось вам рассказать, потому что тема бездонная. Я сегодня ставила себе цель показать вам некое направление, дать некие инструменты, которые позволят вам начать трансформацию. На эту трансформацию, если вы на нее решитесь, у вас уйдет время. У кого-то 3 месяца, у кого-то год, у кого-то там, ну я не знаю, у кого сколько, а у кого-то вообще нисколько, кто скажет, не, мне и так хорошо, вот зачем мне все это? Поэтому, а для того, чтобы продолжить вот эту работу с самим собой, у вас есть несколько заданий. Первое – это завести себе 3 конверта и откладывать деньги в подушку безопасности, поверьте, с подушкой безопасности жить спокойнее, на развлечения и на жизнь. Дальше. Задание – упражнение на 2 недели и распределение бюджета. Это очень хорошее упражнение. Вот если вы всего остального не сделаете, а сделаете только это, у вас уже будут изменения, поверьте. Вот. Следующее, у вас есть 2 списка, список вторичных выгод и список негативных установок. Ваша задача – их прочитать, выбрать свои и изменить. Сначала это будет тяжело. Задача – найти 50. Ну, минимум 30. Если меньше, значит, вы себя обманываете. Значит, вы себя бережете и не хотите выходить из зоны комфорта. Вот 30, меньше 30 – это значит, вы вот прям, у вас там какое-то сильное ограничение. Это вам нужно сделать. Ну, как нужно. Желательно сделать. То есть у вас на самом деле получается и еще. Маленькое задание – это вот 10 человек в список. Сколько близких, с кем вы общаетесь. Посмотреть их средний заработок и посмотреть свое место в этой жизни. Позволяет ли ваше окружение вам расти. И если вы уже достигли предела, значит, надо менять окружение. По крайней мере, начать общаться с людьми, которые зарабатывают больше, которые работают с большими суммами, которые не боятся. Вот такая история. Если есть какие-то вопросы, спросите. Хорошо. В таком случае вот нас осталось пятеро. Все остальные рассосались. Я хочу сейчас от вас, вот от четверых, услышать, что было ли для вас полезно наше сегодняшнее общение. Если да, то что берете с собой? Каждый микрофончик включает и говорит мне обратную связь. Давайте. Елена Девна, спасибо огромное. Мне было замечательно полезно. И я очень надеюсь, что я проработаю все свои установки и смогу сама себя победить. Спасибо. Спасибо. Наталья. Или Марина. А Мария? Можно я? Огромная благодарность. Я надеюсь на столько информации вообще. Причем информация такая заставляет задуматься. И очень мне понравилось колесо, закон баланса, да, я, если честно, о нем слышала. Да, буду с ним работать. И все задания, естественно, уже вот по трем конвертам сегодня прям буду распределять, какие есть утопления. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Светлана, я вижу у вас микрофон. Что берете с собой? Ну, то, что конверты, распределение бюджета в какой-то степени, он у меня, это уже со мной рядом идет сколько-то уже лет достаточно. Здорово, помогает. Это классно. Значит, то, что рассмотреть место в жизни среди своих знакомых, да, вот это как бы интересно. Посмотрим, распределим. Переделать, получается, выражение из негативного в позитивный классно. Я думаю, это здорово поставить, как сказать, заслонку для негативных понятий безденежья, что ли, или недостатка денег. На самом деле, понимаете, это ведь мы с вами даже не то, что перепрограммируем, перестраиваем мозг, мышление. Когда мы много раз что-то повторяем, мозг начинает думать по-другому. Наша задача научить наш мозг думать иначе. Спасибо большое. Наталья, Спасибо большое. Буду договариваться со своим мозгом. У меня это всегда хорошо получается. И что еще сегодня прозвучало, и что меня порадовало, то, что нельзя обесценивать свой труд. Это действительно вот самый главный вывод для меня. Спасибо. Спасибо. Наталья. Для меня встреча очень информативная, полезная. Все задания интересные, довольно-таки сложные, отлично для меня, но я думаю, что я их выполню. Я даже уверена, что я выполню. И я ухожу с такой мыслью, что мне нужно научиться разорвать старые отношения с деньгами и начать строить новые. Это я для тебя беру на заметку. На самом деле, Наталья, смотрите, у вас ведь есть времени много. Это вот прям не завтра. То есть завтра надо начать упражнение на две недели. Вот бюджет. Вот это прям нужно начать сегодня или завтра. Не откладывайте, потому что это правда очень классное упражнение, оно вам много о себе расскажет. А все остальное, ну вот, по ходу жизни. Поэтому, да, я вам желаю удачи. Ну, что касается бюджета, у меня чисто интуитивно, я уже два месяца назад начала это делать. Завела виртуальный счет. У меня написано «Жизнь без долгов» для погашения кредита. Вот откладываю туда. Ну, теперь думаю, что да, можно и что-то другое. Конечно, конечно. Более того, это вот, погашение кредита, это отдельная статья. При этом нужно откладывать и подушку безопасности, ее никто не отменял. И на себя любимую тоже, потому что, как только мы себя забрасываем, наш мозг начинает, наша внутренняя девочка начинает возмущаться, говорит, как же так? Наша внутренняя девочка, которую я хочу, это наша ответственность. Потому что мамы, папы либо уже, либо с нами не живут, да, уже мы выросли, но мы сами мамы, папы, либо их вообще уже нет. Поэтому за внутреннего ребенка отвечаем мы сами. А на это нужны деньги, никуда не денешься. Ну что, Юля, подводим итоги. Подводим итоги. Все, кто пришел, все уместны, все нужные люди пришли сегодня, сейчас поработали. Я думаю, что когда очно разговариваешь с Еленой Деевной, инсайтов больше, чем когда смотришь записи. Для себя я взяла упражнение про увеличение дохода, я хочу понять свой порог, почувствовать, мне интересно, насколько меня хватит, не знаю, на две недели или нет. И мы договоримся с Еленой Деевной, как эти ссылки мы дадим. И запись, я думаю, мы дадим тем, кто был здесь, кто пытался попасть на эту встречу. В общем, доступ я не считаю правильным. Я думаю, что не нужно. Только тем, кто здесь у нас был и хотел, и вот с нами сейчас мысленно. А так, спасибо. До новых встреч. До встречи 13 ноября. Да, увидимся. Всем спасибо большое.